Это iPhone 14 Pro, и я уверен, что когда была презентация, многие захотели себе его купить. Впрочем, наверняка хватало и тех, кто не захотел его себе купить и сказали, что в нем нет ничего нового для того, чтобы его покупать, а стоит он дорого, да и вообще он стал даже хуже. В чем-то правы и те, и другие, и сейчас я буду рассказывать о том, что я думаю об этом телефоне после моего опыта использования. Но, забегая вперед, я скажу, что себе бы я его не купил. И хорошо, что я его не покупал, а взял вот у этих ребят на тест. Спасибо им, что они мне его предоставили. Кстати, вот здесь вы сможете посмотреть еще один обзор этого смартфона, в котором рассказывают о том, что он из себя представляет. Но я все же поделюсь своим мнением. Естественно, знакомство с каждым смартфоном начинается с коробки, и каждый раз мы думаем, что в ней будет что-то новое. Или наоборот, Apple что-то да уберет, потому что до этого она нам показывала, как надо убирать из комплекта наушники, как надо убирать из комплекта адаптер питания, да даже второго яблочка теперь уже нет, хотя когда-то наклейка со вторым яблочком была. Теперь только смартфон, только кабель зарядки и только скрепка. Ну и одно яблочко. Вот теперь все так же, как и в предыдущем году. Правда, теперь коробка белая. На выбор в этом году предлагается темно-серый, белый, золотистый и вот такой вот фиолетовый цвет. На мой взгляд, он хороший. Мне он нравится, как он выглядит, и я бы, если бы покупал, то купил себе именно такой цвет. В обычных темных условиях, в темноте, он выглядит просто каким-то серым. Возможно, поэтому он многим и не нравится. Но как только ты выходишь на солнце, он начинает играть интересными цветами. Особенно интересно смотрится вот эта боковая металлическая рамка, потому что у нее появляется такой глубокий фиолетовый блеск. И это просто красиво. В прошлом году казалось, что камера стала очень большой, но нифига подобно. В этом году она стала еще больше. И даже если сравнивать его с Pro Max версией, вот здесь она смотрится просто огромной и монструозной. Наверное, я уже к этому привык, поэтому перестал обращать на это внимание и перестал это критиковать. Но если размер камеры для вас критичен, имейте это в виду. Здесь он еще больше, чем раньше. И это видно даже невооруженным глазом. Он теперь занимает очень большую часть задней панели и это бросается в глаза. Зато сам смартфон стал чуть-чуть меньше. Это практически незаметно. Но из-за более тонких рамок он стал более компактным при той же диагонали экрана. Возможно, раньше толстые рамки были обусловлены не только конструктивными особенностями, но еще и тем, что надо было как-то обыграть вот этот вырез, эту челку, которая есть в экране. Потому что если просто ее сделать очень длинной, то она смотрелась бы слишком крупной. А так на фоне рамок, ну как-то более-менее. Теперь она ушла, у нас островок вырез, про который я сейчас расскажу. И вроде как все нормально, поэтому можно делать настоящие тонкие рамки. Здесь они действительно тоньше. И в итоге из-за того, что телефон меньше, а камера больше, чехлы от прошлых моделей не подойдут. Придется покупать новые. Но Apple это хитрая компания, и она всегда найдет, что изменить в телефоне, чтобы старые аксессуары не подходили к новым телефонам. Исключение, наверное, только Lightning. Но с ним отдельная история. Сразу скажу, что я не смогу подтвердить те проблемы, о которых говорили многие. У кого-то джутко колбасило камеру в сторонних приложениях. У кого-то телефон зависал при переносе данных или при обновлении. У меня ничего такого не было. Все работало нормально и стабильно. Да, были какие-то легкие баги и фриза, но их скорее можно списать на особенности iOS 16, которая только что вышла и еще не исправила всех своих ошибок. Но с самим телефоном у меня как-то проблем не было. Вот все в нем работало стабильно. Вы, наверное, уже слышали, видели и, может быть, читали даже на нашем сайте, что этот вырез в экране это не полноценный вырез. Это маленький вырез и маленькое отверстие. Многие даже в шутку называли его вырез и точка. Но, как по мне, так вот это объединение смотрится гораздо лучше. Хотя пиксели между ними есть, и на них можно выводить информацию. Сам вырез очень своеобразный, но в то же время интересный. Когда начинаешь им пользоваться, ты просто перестаешь обращать внимание. Я и на челку-то особо не обращал внимания, она меня никогда не смущала. Но когда я попользовался этим вырезом, хоть он и огромный, но он мне в целом понравился. Потому что, когда я потом возвращался к своему телефону предыдущего поколения, 13 Pro, вот там я понимал, что челка уже как-то смотрится немного инородно. Но, опять же, еще раз повторю, когда ты пользуешься этим телефоном, ты не обращаешь внимания ни на челку, ни на вырез. Хотя челка, по мне, была логичнее, что ты мог взять вот так телефон, закрыть ее пальцем, и ты не закрывал часть экрана. Ты закрывал просто челку. То есть, это был такой выступ под палец. И когда ты держал телефон одной рукой, это было как-то правильно, что ли. А теперь есть какая-то часть на экране, которую надо как-то еще объяснить. Есть даже разные забавные и прикольные штуки, вроде лапы кота, которые вылезают из этой челки и пытаются поймать вашу руку. Но это скорее из разряда демонстрации технологий. В реальной жизни вам будут приходить уведомления, вы будете открывать их из этого выреза, вы будете запускать таймеры, будильники, вы будете запускать музыку, и она будет отображаться в виде шкалы вот в этом вырезе экрана. Но если вы нажмете на это место, вы запустите приложение. А если вы его поддержите, то откроется виджет, соответствующий под это приложение. То есть, например, под управлением музыкой. Я не сталкивался с теми приложениями, в которых нет виджета, но допускаю, наверное, что такое возможно. Хотя, скорее всего, если разработчики взялись это делать, то у них уже должен быть виджет. Единственный минус этой ситуации в том, что вам придется постоянно касаться окошка фронтальной камеры и окошка Face ID. То есть, оно будет все время заляпано. И если в случае с Face ID никаких проблем нет, то в случае с использованием фронтальной камеры, если вы захотите сделать селфи, вам придется протереть это место, потому что оно будет заляпано. И если вы будете делать селфи на ярком солнце, это действительно станет проблемой. Я сталкивался с этим, и я понимаю, о чем говорю. Подводя итог этой функции, наверное, скажу, что действительно этот вырез в экране стал самой большой функцией, самым большим нововведением всего нового iPhone. Если вы хотите его из-за чего-то купить и не можете придумать из-за чего, то, наверное, это та вещь, на которую стоит обратить внимание в первую очередь. То есть, действительно, покупая Pro версию, вы получите то, чего не было ранее. Покупая обычный iPhone, там вообще ничего нового нет, и про это мы уже не раз писали на сайте. То есть, их покупать я вообще не рекомендую. Но если вам хочется чего-то нового, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max действительно позволяют вам это сделать. Да, есть другие функции. Например, функция всегда на экране. Она работает неплохо, но это не та функция, которая действительно бросается в глаза. Потому что вы, скорее всего, ее просто сразу отключите и не будете ей пользоваться. Лично у меня всегда было такое желание, но я заставлял себя, чтобы она у меня работала. И, честно, так и не привык к ней. Вот как-то на Android смартфонах она частенько реализована даже лучше, и там хочется ей пользоваться. А здесь нет. Потому что у вас просто притушенная яркость экрана. По сути, вы видите те же самые обои, вы видите те же самые виджеты, но в каком-то недоделанном формате. Мне это не нравится. Мне хотелось бы, чтобы функция всегда на экране была проработана как-то немного получше. Мне было бы достаточно просто часов, которые отображались бы, показывали время, ну и некоторые уведомления. Вот это действительно была полезная вещь. А обои... Да ну их нафиг. Что касается яркости экрана, разницы с моим iPhone 13 Pro я не заметил. Да, формально он здесь стал ярче, яркость пиковая теперь 2000 нит, но даже на ярком солнце они смотрятся примерно одинаково. Возможно, с какими-то новыми прошивками яркость станет выше, но пока все обстоит именно так. Да, он хороший, да, он сочный, да, он красочный, но по сути он такой же, как и был. То есть именно на картинку ориентироваться здесь не стоит, она лучше не стала. Здесь те же самые 120 Гц, но единственное, что в минимальном варианте теперь вы имеете не 10 Гц, а 1 Гц. По идее, формально это должно как-то сказаться на автономности телефона, но я бы не сказал, что это на чем-то действительно сказалось. Может быть, он работает чуть дольше. Сама Apple говорит, что он работает на час дольше, чем раньше, но и в предыдущем году у нас была существенная прибавка автономности, поэтому тогда он работал долго, сейчас он работает долго, и экран на это вряд ли влияет, потому что очень редко вы будете пользоваться экраном, так что вам понадобилось обновлять его один раз в секунду. Это какое-то чтение или что-то вроде того. Как правило, мы свайпаем, скролим, читаем ленты, и вот там обновление будет гораздо более быстрым, а значит, и расход энергии будет больше. И вот здесь хотелось бы отметить еще один минус. Телефон не стал работать дольше, это ладно, но он не стал заряжаться быстрее. Казалось бы, можно было бы добавить такую функцию, сделать более быструю зарядку, но нет. Здесь все та же скорость зарядки, что и раньше. А это уже существенный минус, потому что другие производители постоянно пытаются прибавить, а Apple это, наверное, самый медленно заряжающийся смартфон из тех, что сейчас есть на рынке, даже учитывая бюджетники на Android. Поскольку на данный момент Apple официально не завозит телефоны в Россию, есть некоторые проблемы с совместимостью. Например, если вы покупаете американскую версию смартфона по параллельному импорту, то он будет без встроенной сим-карты, будет только eSIM. Но с этим есть проблема, потому что eSIM с российскими операторами работают пока очень плохо. Вроде как, есть какие-то способы обхода этого, но на момент записи видео это все не работало, и настроить полноценную работу eSIM на этом телефоне было невозможно. Я сам пробовал на нескольких операторах, и у меня ничего не получилось. Скорее всего, операторы знают эту проблему и смогут ее решить своими силами, потому что Apple вряд ли настолько жестко забанила всех российских операторов, скорее всего, просто они не успели подготовиться. И вот сейчас, имея на руках телефоны, они сделают все как надо. Поэтому следим за ситуацией, и опять же, заходим на наш сайт, и там читаем всю полезную информацию. Там все будет об этом написано. Естественно, в России не стоит рассчитывать на такие функции этого телефона, как работа в сетях 5G, потому что у нас они не работают, ну и система спасения по спутникам тоже не будет работать. Но это уже скорее касается не нашей страны, а вообще подхода к Apple к этому всему, потому что работает это только в США и Канаде. Вот там эта функция есть, и там вас могут спасти по спутниковой связи. В России вы вообще никак не сможете понять, есть ли у вас спутниковая связь в телефоне или нет. Спутники просто где-то там висят, но с телефоном не работают. Своими предыдущими высказываниями я пытался дать понять, что в этом телефоне все вроде как бы новое, но при этом нифига не новое. То же самое касается и камеры. Да, Apple пообещала, что здесь будет 48 мегапикселей, и они здесь действительно есть, но работают они только в режиме Pro Raw. Если вы работаете с обычными снимками, делаете обычные фотографии, то это все те же 12 мегапикселей. Найти какую-то разницу с предыдущей камерой я так и не смог. Наверное, если присматриваться к каждому пикселю на максимальном увеличении, вот там вы, наверное, сможете это сделать. Но опять же, даже обычный iPhone предыдущих поколений, да и этот тоже, в одних и тех же условиях, хоть ты на штатив его поставь, все равно может сделать два разных снимка одного и того же события или одного и того же предмета. И вот разница между iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro примерно такая и есть. То есть она очень незначительная. Мне кажется, немного лучше стал размываться фон на портретных фотографиях. Возможно, это связано с тем, что сенсор стал чуть-чуть больше. Теперь он примерно в полтора раза больше, чем раньше. Учитывая, что итоговая фотография смартфонов в основном состоит не из физики, то есть не из реального размера сенсора, а из программной обработки, можно просто предположить, что Apple стала чуть-чуть лучше обрабатывать фотографии и получился чуть более приятный и качественный алгоритм создания размытия фона. Вот в это я скорее больше поверю, чем в то, что сенсор стал в полтора раза больше и снимки стали лучше размываться. Кстати, одно улучшение здесь действительно есть. Теперь появилась новая функция в продолжении Deep Fusion, которая позволяет делать фотографии более четкими. И она чуть лучше вытягивает темные участки. То есть она делает несколько фотографий, собирает их воедино и выдает хорошую фотографию, в которой лучше проработаны тени. В обычных условиях сделать большой динамический диапазон практически невозможно, потому что матрица не может видеть так, как человеческий глаз. Но вот эта программная обработка позволяет сделать тени лучше. И это действительно работает. Вот здесь разница, наверное, и правда есть. Но опять же, это надо присмотреться и понять, куда смотреть. Если вы будете делать просто фотографии, будет примерно то же самое. Кстати, сказанные про качество снимков относятся не только к основной камере, но и к широкоугольной, и к телефото, потому что на них снимки получаются тоже примерно такие же, как и были раньше. Найти каких-то существенных отличий я не смог, поэтому будем считать, что их просто нет. И Apple не смогла сделать революцию при переходе с одного телефона на другой телефон. Конечно, если сравнивать с какими-нибудь десятыми айфонами, разница будет очень масштабной. Но между 13 Pro и 14 Pro ее практически нет. Так же, как нет ее и в видео. Видео и раньше снималось хорошо, и сейчас снимается хорошо. Есть дополнительная стабилизация, которая стала отрабатывать чуть лучше. Она действительно стала лучше стабилизировать, но иногда картинка становится такой слегка желейной. Это очень сложно поймать и заметить, но все равно небольшой эффект вот этого размытия он есть. И поэтому я бы не стал сильно уповать на эту функцию. Да, стабилизироваться будет лучше, но нет, чудес тут не будет. Вы заметили, что на презентации Apple сравнивал производительность этого смартфона и установленного в него Apple A16 Bionic не с предыдущим 15, не с позапрошлогодним 14 процессором, а с тем, который был до этого, с Apple A13 Bionic. И вот в сравнении с ним этот телефон на 40% быстрее. Видимо, если бы нам сравнили его с 15-м поколением, то есть прошлогодним, мы бы вообще не заметили разницы. И Apple не смогла бы его продать, потому что здесь установлен 4-нанометровый 6-ядерный процессор, который просто работает быстро, как и в прошлогодней модели. Даже iPhone 12 Pro работает до сих пор отлично, и разницы по скорости работы между этим и тем телефоном практически нет. Ну, наверное, 120 Гц дают свое, в остальном все то же самое. Правда, в этом процессоре есть отдельный чип, который отвечает за обработку анимацией вот этого островка. И в это охотно верится, потому что работает он очень круто, плавно и красиво. Но, наверное, это единственное отличие, которое нужно для того, чтобы обравдать Pro-версию, потому что в обычном 14-м айфоне стоит все то же самое, что и в прошлом году, с очень незначительными изменениями. И там этот чип даже и не нужен. Наверное, все вы смотрели презентацию или читали нашу онлайн-трансляцию, которую мы каждый раз готовим, когда Apple проводит какой-либо ивент. И вы помните те функции, о которых говорили еще. То есть, например, функция распознавания ДТП. Когда машина попадает в аварию по совместной работе некоторых датчиков, включая микрофон, акселерометр и другие, телефон понимает, что что-то не так и пытается вызвать спасателей. Некоторые блогеры даже тестировали это и специально разбивали какую-нибудь машину с телефона внутри, чтобы понять, работает эта функция или нет. Да, она действительно работает, но вряд ли это то, из-за чего стоит выбирать новый телефон. Хотя и приятно, что эту функцию сделали не только в часах и не заставляет людей покупать дополнительно еще и часы. А она есть в телефоне. То есть, если ты хочешь купить только iPhone из всей экосистемы Apple, пожалуйста, пользуйся и эта функция у тебя будет. Что касается Wi-Fi, здесь установлен немного устаревший Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 есть, здесь до сих пор нету. Зато здесь теперь есть самый продвинутый Bluetooth 5.3, который позволяет использовать кодекс с низким потреблением электроэнергии. То есть, соответственно, здесь вы можете экономить на это. Ну и повышать качество звука тоже. Хотя это тоже так себе изменение и не тянет на покупку нового телефона. Даже в сумме все это вряд ли тянет на покупку нового iPhone 14 Pro. Если у вас есть 13 Pro, пользуйтесь им абсолютно спокойно и не надо его покупать. Особенно в нынешних условиях. Если у вас 12 Pro, я тоже думаю, что вы не заметите большой разницы. Ну а если у вас более старые модели и вы очень хотите купить что-то новое или вам ну очень нравится вот этот вырез в экране или вы хотите функцию все время на экране, вот тогда, ну может быть, стоит задуматься о покупке этого iPhone. Хотя я бы, наверное, все-таки немного подождал и посмотрел, что с ним будет дальше. Как Apple будет исправлять ошибки, и что вообще будет твориться с этим телефоном в мире. Ну и, конечно, не покупайте версию только с eSIM. С одной стороны, это удобно, красиво и кажется, что это функционально, но на самом деле старая, классическая, добрая симка это гораздо удобнее. Вставил ее в телефон и пользуйся. Ну, опять же, из Китая можно купить версию с двумя физическими симками и это большой плюс. На этом у меня на сегодня все. Я пока продолжу пользоваться этим телефоном и посмотрим, как он поведет себя дальше. Информацию об этом вы сможете найти на нашем YouTube-канале, на этом YouTube-канале или на нашем сайте. Чтобы не пропускать свежие новости, подписывайтесь на наши новостные каналы, на наши Telegram-чаты, участвуйте в обсуждениях, ссылки будут там в описании. Ну и, конечно, до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.